Добрый вечер, дорогие друзья! Очередной четверг, а значит в эфире передача «Выпните». И сегодня у нас рубрика «Мышление предпринимателя». В гостях мой любимый, обладатель двух хрустальных сов, лучший капитан клуба «Что, где, когда» и генеральный директор телегида Алексей Блинов. Алексей, добрый вечер! Ну вот с момента последней нашей встречи прошло где-то лет пять, наверное. Очень рад вас видеть, это во-первых. Спасибо, что добрались. У вас столько изменений в жизни произошло, и вот как-то буду иногда вопросы задавать и в формате личной жизни. Вот такой первый вопрос, если условно разделить людей на исполнителей и предпринимателей по мышлению, по типу, по жизни, по характеру. Вы знаете, я с вами не соглашусь, потому что, наверное, правильнее делить еще на одну категорию. Это творцы, которые находятся над этими двумя градациями, которые вы сказали. Если, ну вот, задавайте бы творческую интеллигенцию или творческих людей, которые способны генерить какие-то очень мощные информационные, очень мощные эмоциональные посылы посредством, ну, скажем, других способов выражения, там, картины, книги, там, я не знаю, что-то еще, такие эмоциональные вещи. Я согласен с тем, что существуют люди, у которых есть так называемая предпринимательская жилка, и я с большим уважением к ним отношусь. И всю жизнь всегда жалел, что вот у меня этой предпринимательской жилки нет, потому что я на самом деле такой ярко выраженный исполнитель, правда, с элементами творчества. И здесь, наверное, вот внутри, в этой кратации, достаточно сложно определиться, кто есть кто. Потому что для меня предприниматель – это человек, который организует бизнес за свой страх и риск, и основная его задача, конечно, – извлечение прибыли из этого, в процессе деятельности этого бизнеса. С другой стороны, если ты руководишь предприятием, изначально ты решение не принимал о том, что надо делать это предприятие, и бизнеса кто-то определил за тебя. Но стратегические решения, оптимизационные решения, выстраивание, там, вертикали или горизонтали управления, планирования – они все находятся в твоих руках. То есть ты все равно элемент предпринимательства вносишь, потому что ты организуешь сам предпринимательский принцип взаимодействия и работы. А вы проходите, пожалуйста. Ну, так будет просто приятно, потому что я иначе буду на вас смотреть, я буду ответить и следить. Поэтому здесь очень важно, чтобы человек, особенно это относится к молодежи, сейчас, вот, понимаете, огромное количество рождается новых интернет-проектов, и сам интернет, он постоянно генерирует информационный поток о том, что ты, каждый, можешь стать предпринимателем, очень легко, вот эти истории, которые мы читаем постоянно, каждый из нас может стать гением, каждый из нас может организовать амазон или еще что-то. И, к сожалению, сознание очень многих молодых людей, это становится такой якорной идеей. И они даже не оценивают, не производятся на оценку, у них нет понимания, что нет предпринимательской жилки, и они не смогут это сделать. Потому что предпринимательская жилка – это не только погоня за наживой и вот это житье в мире, она же чистая нажива и чистогана, да? А это, прежде всего, ответственность за тот бизнес и ответственность за тех людей, которых ты вовлек в работу вместе с тобой. Причем ответственность вся от того, чтобы их семьи были живы и здоровы, от того, чтобы было что-то есть, чтобы было помещение, было комфортно работать, безопасно работать. И за ними потом не тянулся шлейф негативный, который не позволит им, скажем, потом трудоустроиться в другие места, потому что они где-то работали в дурной компании с какой-то дурной славой. Это должен, человек должен за все это нести ответственность и принимать всю эту полноту. Тогда он настоящий предприниматель, тогда он настоящий бизнесмен, и тогда мы правильно с вами разделили и говорили. А исполнитель, это не просто, который закручивает с определенной скоростью шайбу, болтик или гаечку, а человек, который понимает мегазадачу, которую перед ним поставил собственник бизнеса, способен принимать бизнес-решения, способен управлять этой системой, способен в ней работать. Но при этом, несмотря на то, что он точно так же внутренне отвечает за то, чтобы бизнес трудился, работал и развивался, ключевая ответственность все равно будет находиться в руках собственника бизнеса. Когда, собственно, вот у нас в России это размытое понятие. Собственник купил бизнес как некое вложение. Нет, это не вложение. Это обязательство. Это причем очень серьезные, внутренние, психологические и такие вот эмоциональные обязательства перед всеми людьми, которые с тобой работают. Ну, знаете, как раньше говорили, мы ответственны в ответе за всех, кого приручили. Вот, собственно говоря, здесь это понимание, оно и должно быть. Ну, плюс, да, еще и качество продукта, наверное, и тот смысл, который ты в этом вкладываешь. А это все. Потому что, если вы обрекли и привлекли к себе на работу людей, заставили их выпускать откровенную лажу, за которую потом будет стыдно всем, вы просто уничтожили этих людей, вы уничтожили их компетенции и потенциал. Они дальше потом этот черный плащ будут тащить за собой всю жизнь. И ваша ответственность в этом не в том, чтобы заработать деньги любым путем. Это уже, знаете, это явно не предпринимательство. Это уже каким-то другим термином в каком-то кодексе где-нибудь поименовым, как-то по-другому называется. Да, вот такой вопрос, такой в ответе прозвучала фраза, что вы не предмет жилки предпринимательской. Я вот знаю историю, как вы попали в администрацию работать. Разве это не предпринимательские действия были? Нет, вы знаете, здесь мы, наверное, просто, ну, так немножко путаемся в понятиях. Потому что одно дело ставить перед собой целью ее добиваться, а предпринимательство это немножко другое. Это ставить перед собой цель и добиваться ее, при которых ты организуешь некий бизнес-процесс, целью которого является получение прибыли и создание некоего предприятия или организации, которая будет генерить не только входящий денежный поток, но она будет генерить какой-то продукт. Соответственно, ты в этом смысле тогда являешься предпринимателем. Мое желание попадания в администрацию города – это прежде всего желание участвовать в процессе. Да, я перед собой поставил цель, и я ее достигал. Но к бизнес-процессам это никакого отношения не имеет. Это мое личное внутреннее желание, которое я реализовал таким способом. Классная фраза еще прозвучала в ответе, что сейчас так сильно формирует эту иллюзию, красивую картинку предпринимателя у всех, что человек думает, что он сейчас интернет-проект любой сделает. Это боль. Вы поймите, для меня, как взрослого человека, это боль. Вот у меня здесь на Лацкане вы видите паучков, которые символизируют засилье интернета, которое ползет везде и всюду. Это не то, что мы захлебываемся на информацию. Он, к сожалению, формирует порой участие молодежи некие фальшивые цели, которые кажется, что они достичь могут. И вот эта иллюзия, что я могу организовать бизнес-процесс, и легенда о том, что я стану видеоблогером, огромные миллионы и тысячи за каждый пост и блог будут капать мне на счет, у меня появится вилла дачи машины. Это иллюзия. И на самом деле это очень сильное заболевание, которое влияет именно на молодых людей. Они вместо того, чтобы учиться созиданию... Знаете, как на любых военных учениях есть цель, и есть выпускаемые фальшивые цели, которые отвлекают внимание. Так вот на самом деле эта фальшивая цель отвлекает внимание. Ты вместо того, чтобы разобраться в себе, поставить нормальную жизненную цель, ты пытаешься гонять иллюзию и становиться блогером. Тебе сказать нечего. Но ты прекрасно вышиваешь крестиком, ты можешь выпускать замечательные полотна, которые будут продаваться и пользоваться успехом. Я не знаю, ты толковый физик, ты можешь открыть новый закон, который нужен. Но ты считаешь, что на сегодняшний момент огромные тысячи лежат внутри благосферы или где-то в интернете, и ты начинаешь, выбираешь эту цель для себя, и идешь туда. Тебе сказать нечего. Ты красив по форме, но пусть как барабан. Для того, чтобы ты зашел и что-то делал, у тебя должен быть внутренний информационный посыл. Ну, как раньше говорили, писать так же, как и писать, надо только тогда, когда нет никакой возможности. Не может каждый человек заниматься этим. Я тоже, и меня порой сбивают. Я смотрю, появляются молодые люди, 20 лет, у него все, вчера никто, сегодня все. Ну, как это чудеса, она там, дом-два ведет, а сегодня уже лидер вообще... Это, вы поймите, что есть еще элементы шоу-бизнеса. Это другое. Если вы поставили перед собой бизнес-задачу стать клоун, то форма клоунага и выступления, она бывает разная. Поэтому вы выберете ту форму, которая вам нужна. Вы должны четко для себя тогда отдавать отчет, чтобы вы никакой не герой-благосперой и не работаете в интернете. Вы просто стали клоун. И продаетесь импресарио-цирка, который будет катать вас и крутить везде и всюду. Это другая задача. И вы должны четко понимать, вот особенно это касается молодежи, то, что вы хотите, а самое главное, то, что вы можете. Вот вы оцените правильно, поставьте правильно задачи. Зачастую вся трагедия в неправильно поставленных целях. Неправильно поставили цели, пошли неправильные дороги. Мы обязательно придем не к тому результату, который нам нужен. Мы будем страдать и мучиться долгое время, мы можем быть всю жизнь, а может быть даже сломаем эту жизнь. А вот такой вопрос. Спасибо, очень глубокий ответ на самом деле. Мы задумывались сильно об этом. А такой вопрос, знаете, когда у нас будет много смотреть людей, которые хотят сделать первый шаг в интернет, но интернет-торговлю. Вот здесь... Знаете, интернет-торговля – это просто замечательно. Но вы там собственник Амазона приводит такую красивую фразу о том, что он когда планировал этот бизнес, он так представлял, что маленькие ручейки заказиков постепенно будут перетекать в некую речку типа Яузы и ленивые в Питере, а потом из этого получится огромная амазонка, что, собственно говоря, получилось. Вы знаете, здесь опять все зависит от того, какую цель ты ставишь. Мне кажется, что в интернете самое главное при реализации любого проекта, в том числе и торгового, абсолютно точно сформулировать, что ты хочешь сделать. Что ты хочешь достичь, и какая цель, целеполагание, какой импульс ты хочешь передать. Потому что торговля, она же бывает разная. Можно просто перепродавать одно другому. А речь идет в другом направлении, как мне кажется. Торговля, это торговля комфортом прежде всего. Вы позволяете мне не стоять в очередь и не ехать на другой конец Москвы для того, чтобы купить эту шаловушку. Эта шаловушка приедет ко мне домой. Вы торгуете не шаловушками. Вы торгуете комфортом по приобретению. И я приобретаю и буду работать с вами только тогда, когда мне будет комфортно. Точно так же, когда вы создаете какой-то портал или сообщество, вы определитесь, для чего вы это делаете. Вы можете делиться добрыми советами, тогда это будет понятно. Это книга просто, кулинарная книга, или книга советов, как поступить, сделай сам. Я не знаю. То есть это будет просто посудно и учебно. Другое дело, вы создаете какое-то тоже сообщество, понимаете, я хочу создать коммуникативное пространство. Вы продаете людям общение. То есть так вот, от того, насколько вы четко сформулировали задачу, будет зависеть и тот результат, который вы достигнете. Почему огромное количество интернет-торговли умирает? Потому что они не продают вот этого комфорта. И непонятно, что я у них покупаю. Да, есть ресурсы, в которых что-то узкопрофильное продается. И мне с ними приятно разговаривать, потому что это узкие профессионалы. Я в данном конкретный момент заинтересовался, ну, скажем, я посмотрел замечательный фильм Т-34. Меня заинтересовала вообще вот эта танковая история. Оказывается, есть модели танков, которые можно склеить самому. Мне стало интересно, как это клеится. Оказывается, есть сообщества, есть магазины, которые позволят тебе получить доступ к различным моделям. Они тебе помогут и расскажут, как это делается. И мне кажется, что это абсолютно здорово и правильно. Другой пример. Я захотел себе к телевизору купить колонку, чтобы, ну, звучало он получше. Я открываю магазин, там огромный перечень колонок. Как в них не разобраться? Ну, я же не специалист. Я примерно могу описать, что я хочу. Мне надо комфортно купить. Мне надо объяснить, показать. А дальше комфортно. Мне надо привести в то время, когда я хочу. А не так, как механический голос. А это звонок из Новосибирска. Вы сегодня с 8 до 23 получите заказ. Находитесь в офисе без выхода. Как так? А как работа? А как жизнь? Как в общем? Мне все на этот день просто выплючит все остальное? Да какой черт мне-то такая торговля нужна? И сколько компаний, которые работают к тебе абсолютно комфортно и лояльно? Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Такого удачного дня. Вы там с утра, вы планируете свой день? И я планирую. Давайте мы с вами как-то совместим, может быть, где-то. Вы где будете? Я там. Ага, вот мы не пересекаем. Может быть, вот я вот здесь, может, вам удобно? И мы нашли удобный. Дальше. Способ оплаты. Оплатите мне предоплату. Или только наличным. А какая? Мы живем в другом мире. Надо платить любым удобным способом. Покупатель не должен заморачиваться на этот счет. Ну, потом крупные компании, которые занимаются, тебе продали кучу ящиков с деревянными штучками и с инструкцией, как это собрать. Ну, так из-под валя аккуратно тебя спросили, собрать или нет. Мне никто же не рассказал, что на самом деле конструктор Икея выпущен не для человека с двумя высшими образованиями, одним технологическим. И мне казалось, что вполне естественно, что я с этим должен справиться как инженер-технолог. Второй экономический. Ну, вроде как-то инструкция, которая нарисована. Ну, как мне пояснили, там первое, что нарисовано, это человек, который так пальчиком, там, у него мысль, там, он думает. Так ты прежде, чем начать собирать, подумай, нужно ли тебе это. И ты где-то на одной трети спотыкаешься, понимаешь, что по этой инструкции следовать невероятно оказывается, для того, чтобы собрать ее, еще нужно купить два ящика инструментов, для того, чтобы все это собиралось. Ну, ребята, как-то это неуважительно по отношению ко мне. Я же это не бесплатно, я же это покупал, и я готов оплатить услугу дальше. Ты мне только русским языком скажи, объясни о том, вот, что я. Мужчина, если вы хотите приобрести себе геморрой, ну, пожалуйста, купите себе, ну, и дальше, как вам будет угодно. Дальше уже, вы купили лего, никто же не гарантирует, что вы соберете замок так, как нарисовано. Может, у вас не получится, но у вас руки растут не из того места, и конструктор не сложится. Лего за это никакой ответственности не несет. Но при этом никто же не гарантировал о том, что в обязательном порядке вы это все сложите. Это очень тонко подмечено на самом деле в интернет-торговле. Я просто еще занимаюсь обучением, в том числе и личков, в этом плане. Как раз и пытаюсь донести, что, ребята, вы сервис сдавайте людям, потому что, как вы говорите, купить геморрой себе, это, в принципе, на рынке достаточно. Как вы думаете, конкуренция в интернет-торговле в 19-м году? Плотность магазинов растет, растет и все больше и больше становится. Как правильнее поступить? Как вы здесь выжиться на очку? Вы знаете, я не открою вам большой тайны, что большинство этих магазинов просто умрет, но это в силу законов развития бизнеса. Самое главное, вы еще мне расскажите, как мне эти магазины найти. Я вам могу задать какие-то вопросы, и вы мне попытайтесь объяснить, как я должен искать магазин, для того, чтобы я что-то хотел себе купить. Зачастую вываливаются либо какие-то чудесные посредники, либо те, кто проплатил Яндексу, и Яндекс.Маркет выдает мне эти ресурсы, но зачастую не всегда убедительные, потому что с некоторыми из них я, например, работать не буду. Даже визуально доверие? Ну, а во-первых, не вызывает визуального доверия, во-вторых, сама система интерфейса взаимодействия, ну, вот мне как-то захотелось купить военный билет. Ну, мы деревянные, я сейчас просто люблю военные формы, почему-то меня пробило, вот думаю, надо купить в австрийской армии, у них очень хорошие, добротные билеты, мне понравилось, чтобы у меня было. Соответственно, там, пройдя большой поиск в интернете, нахожу какую-то фирму, которую расположу в каком-то маленьком городке, там, Егорь, что-то такое, которая тут же мне объясняет, что да, замечательно, именно такие. Слушайте, ну, ребята, когда я получаю через две недели, заплатив свои деньги, ну, это билет для пуклы, сшитые во дворе бабы и Нюры из отходов производства. Ну, я считаю, что это, во-первых, обман, да, и мне кажется, что это некорректно во всех отношениях, на самом деле это во многом разрушает. А еще мне кажется, что очень многие пытаются перепродавать. Здесь, вот, здесь должна быть все равно какая-то специализация. Если вы хотите, вам нравятся виниловые диски, вы хотите общаться с ними неравнодушно виниловым диском. Вы тогда будете произносить для него, вы знаете, я мечтаю купить двойник Ингфлойда Стена. И у него будут загораться глаза, вы знаете, буквально в 2018 году тиражом 25 тысяч экземпляров только что отпечатали новый. Вот у нас нет, но сейчас мы вот, ты понимаешь, что ты разговариваешь с человеком, что мы как-то на одной волне, да, я ему тебе что-то объясняю. И совсем другое, там, напишите заявку, отправьте переведите наложенным платежом, а потом, может быть, мы вам что-то найдем, как мы пришлем. Ну, как-то... Ну, я как раз помню разговор, когда у нас еще лет 5 назад был, что подход, да, это потребитель или человек, да, вот как раз вот в этом. Ну и получается вот узкая ниша, и вот как раз комфорт, это сервис максимальный, чтобы человек не напрягался, потому что он просто при нем заходил. Я вот вам скажу про одежду. Ведь многие тут пытаются и торгуют одеждой в интернете. Это очень сложно. И когда вам говорят о том, что вам закажите, вам приедет курьер, привезет 10 паров, вы ее перемерите, или там 10 пар джинсов, вы их тоже их перемерите. И не хочу бить. Только я не хочу, чтобы ко мне приезжал курьер, и я при нем берил джинс. У меня немножко другая какая-то вот внутренняя потребность. Почему до сих пор не реализовали сингвес? Я никогда не забуду, был на выставке автомобиля во Франкфурте, Мерседес сделал. Ты заходил в Ассут, какую-то камеру, с тебя делали 3D-модель, ну она рисовалась в компьютере, они давали тебе как сувидим. А так она служила для того, чтобы наиболее успешно, удачной правильной спроектировать сиденье. Все твои анатомические особенности, они учитывались при проектировании на светлой сиденье для этого автомобиля. То, насколько ты водитель, или пассажир, ты просто указываешь, что вы не стороны. И тебе чуть-чуть шире, чуть-чуть уже там, длина, высота, вот там понятно, что есть вещи регулируемые, но есть те, которые регулировать достаточно сложно, да, скажем, внутренние, внутренние стенки, там какие-то что-то со спиной. На ней, короче, делали это. Ну, почему нам не сделать так, чтобы я там встаю перед камерой? С меня делают 3D-модель, и уже абсолютно точно. Ну, хотя бы с вероятностью в 2-3% ты попадаешь, одежда подойдет тебе или не подойдет? Ну, вы сделали с меня, отправили, посмотрели, говорит, колени, где он это подойдет. Даже если ты на некоторых сайтах беседуешь с людьми, которые там, ну, вот, пытаются тебя проконсультировать. Вы знаете, любимый размер 3XL, он в разных странах, в разных производителях, потому что у одних это будет американский чехол для танка, в который ты можешь всей семьей одеться, а вот других даже твой Бобик он не влезет в эту башню. Это проза жизни. Поэтому, к сожалению, раз совпалутые характеристики и размерные сетки, они уже не живут и не работают. Надо переходить на другую. Вот этот формат ты придумал, и сразу у тебя возникает... Я создал свой кабинет, мне сняли мерки, они там лежат и дальше уже, я хочу, могу обновиться. Причем нет. Но то, что будет мне приходить, с достаточно высокой степенью вероятности, будет подходить мне по размеру. Я буду чувствовать себя гораздо комфортнее. Мне будет приятно. С таким магазином мне будет работать приятно. Ну, на это же... Персонализация, да. А если вот вернуться чуть раньше, вот когда вы говорили про июзию предпринимательства, большинство же предпринимателей, ну, когда вот в картинку вот ловушку попались, что я сейчас буду подпаленный, на планшете смотреть, как деньги падают, столкаются с реальностью, вот это иллюзия убегания от работы на дядю. Думаешь, вот парень на тебе, девушка, да? Да, они не убегают от работы на дядю, здесь тоже иллюзия. Они бегут просто за деньгами, неважно, никого не работают. Вот это так. Ну, не бывает так. Ведь я еще раз скажу, что предприниматель и основная цель это не только получение предпринимателей, это еще и ответственность за все, что ты делаешь. и все равно стоят деньги и тот результат, который ты производишь. Все равно и есть созидательная деятельность, созидательный результат. Он может быть эфемерный, он может быть конкретный, но он все равно созидательный. То есть он может быть неовеществимым, потому что обучение это тоже работа, это тоже деятельность, это тоже продукт, знание, которое ты передашь ему. И вот организовать просто я организовал для того, чтобы зарабатывать деньги, это будет никуда. Ты точно ничего не заработать. Я сделал компанию для того, чтобы обучать, для того, чтобы знание загружать, для того, чтобы вас мотивировать, это работает, конкретно работает, продукт эта цель. Если и за нее, естественно, должны платить деньги. А предпринимательству будет стоять, что я под это сделал, компанию, навел людей не соответственно за тех, кто работает вместе со мной. Алексей, такой вопрос у меня про команду. Вы все-таки такой капитан команды, командный игрок. Вот насколько предпринимателю важна команда? Я делаю первые шаги только в предпринимательстве, решил, осознал все, подумал, цель проставил, хочу сделать продукт, качественно его доносить, то есть по-человечески относиться к людям, которые будут у меня покупать. Как вы думаете, команда на первом шаге важна или вообще важна ли она здесь? Ну, вы знаете, давайте мы тут тоже разделим вещи. Безусловно, есть и талантливые одиночки, которые способны работать в одиночку, и команда не нужна. Это меньшинство, но они и есть. Поэтому здесь говорить о том, что этот путь не осуществил, это будет неправильно. Этот путь осуществил, это вполне реально. Я не придерживаюсь, я считаю, что нужна команда, вопрос только в принятии, в понимании ответственности за эту команду. Я, капитан многолетний, всю жизнь отвечал за всех людей, которые у меня были, в том числе, этими шагами, которые я делал невыгодными для себя, неудобными, некомфортными, но ради того, чтобы сделать жизнь более комфортно для всех людей, которые были со мной в одной команде. И это надо отдавать себе отчет. Поэтому просто иллюзия того, что я выбежал во двор и проключал «Эй, Петька, Зинька, Васька, вовсе сюда, вонюшку грязь». Нет. Там Петька, Зинька, Васька, все потом идут по домам, родители будут кормить, стирать их одежду, чтобы штаны. В данном случае ты пригласил людей, перед за которые ты несешь ответственность. И это нельзя вот таким волонтеристским способом, нельзя просто вот что-то там моментально такое решить, что-то такое сделать и тут же собрать команду. Ну, мера ответственности, она должна у тебя быть внутренней. И ты должен абсолютно четко эту ответственность к себе понимать. Если ты понимаешь, понимай решение, делай. Команда нужна без команды продвинуться вперед. На сегодняшний момент в 99 и 99 нереально. Да, если ты замечательный скрипач, нет проблем. Ты можешь индивидуально выступать делугодным. Но все равно тебе понадобится кто будет чистить ботинки, кто будет заказывать билеты, кто будет помогать тебе в каких-то бытовых, житейских вопросах. Все равно какая-то команда тебе потребуется. А так вообще, если бы решать любую бизнес-задачу, это только командный и синергетический эффект от того, что вы консолидированно работаете вместе, вместе тут важен. И очень важно от того, что ты просто выделяешь время от исполнительских функций, на генерацию идей, на развитие бизнеса, в то время, как коллеги, которые работают с тобой, они решают какие-то необходимые бизнес-задачи, но, скажем, они носят такой тактический характер. Это больше стратегически. А вот в команде возможно ли абсолютное доверие? Ну, вы знаете, это иллюзия, к этому стремятся. Если вы прочитаете любой современный учебник, там будет написано, что доверие это одна из составляющих команды. И если вы посмотрите пять этапов формирования команды, то вот там доверие будет находиться где-то на четвертом, на третьем-четвертом этапах, когда он возникает, и команда, ну, четвертый этап команда работает эффективно, пятый, она начинает разрушаться. Ну, это уже система развить. разрушает, начинается разрушаться команды именно в тот момент, когда происходит сладаре. Потому что, к сожалению, внешние силы, которые вам противостоят, они, их основная задача создавать проблемные моменты, которые будут разрушать именно команды людей. потому что, там, брауз или автомобиль, или любой коллектив, он любит столько тогда, когда все шестереночки сомняты друг с другом. Стоит одну шестереночку брать, механизм выработать прекратили. И здесь то же самое. Внешние силы будут влиять. Ой, ты знаешь, он тебя недолюбливает, он тебя недоплачивает, вот соседи, ну, что-то, да. Иногда бывают шаги, которые руководители делают неправильно. Там, скажем, эта девушка становится тебе более близка, потому что у нее более широкая улыбка или, больше, прочим, у соседки, ты к ней более внимательна, и это разрушает всю ситуацию внутри. Очень многое зависит от того, что ты был корректен и умел противостоять внешним силам. Если вы думаете, что внутри игре, что где, когда, мы наблюдаем за тем, как мы знаем, отвечаем на вопрос, нет. Основная задача, которая есть, это борьба ведущего с командой. Если капитан сумел сплотить и запустить работу команды вместе, то любая команда переиграет любого ведущего. И вот эта борьба есть и странная. Он будет разрушать. Он будет кого-то хвалить, он будет кого-то ругать, он будет капать постепенно, чтобы разрушить внутреннюю слаженную работу механизма команды. Разрушил всяк. Он может делать с вами все, что угодно, вы уже не делаете ненавидность ничего. Тонко. А предприниматель по-вашему должен быть лидером? Конечно, ну, как вам сказать? Лидер – это тот человек, который может принять решение, да, и который может повести за собой коллектив. А если ты предприниматель и принял решение, что ты будешь развивать свой бизнес, ты уже принял решение, это уже лидерское решение. во-вторых, ты поведешь с собой коллектив. Если ты не лидер, извини, брат, уступи кому-то другому, постой в стороне или сядь, я не знаю. Зачем ты лидишь за водительское кресло, и почему ты хочешь там руководить этим автобусом? Ну, сядь там. В лучшем случае можешь посидеть кондуктором, хочешь просто пассажиром посидеть. Не надо лезть на то место, которое тебе не положено. Ты должен понимать, лидер же это и возможность видеть дальше, и четко прогнозировать движение, и предвосхищать развитие ситуации, и планировать это движение. Но это как лидерские задачи. Без этого никак. Это абсолютно однозначно. И я думаю, что прежде чем вы там пытаетесь решить какую-то задачу и себе в интернете поставили, что вы там лидер, вы там предприниматель, вы справа на лидерство себя на любом тренинге проверьте, посмотрите, убедитесь в том, что вы не лидер, отойдите в сторону и работайте совершенно спокойно и будете счастливы. А лучше тогда просто станьте инвестором, нарезь лидером. Ну, можно же быть инвестором, можно в конце концов взять кусок и выполнять работу индивидуально. Может быть, найти тот коллектив, который тебе будет интересен. Есть же коллективы, в которых все равные лидеры не существуют, особенно творческие. Ну, мы возьмем там художников Кукры Никсы, которые рисовали карикатуры. Кто из них главный? Да нет, там главный. Все одинаково важны для всего процесса. А вот вопрос, если по целям. Ну, просто у вас вот такое, ну, правда, с поклоном глобальная работа прошла, да, вы, как сказали, половину ровно, с весом вы поработали. Но это же, ну, это вот такой жесткий должен быть внутренний стержень, когда ты понимаешь цель, несмотря ни на что, ты идешь к ней. вы знаете, что касается здорового образа жизни, то есть только один мотиватор, это желание жить. Когда перед тобой, перед тобой ставят задачу, либо ты живешь, либо не живешь, дальше выбор очевиден, этот выбор делаешь ты. И дальше это единственный мотиватор, который будет двигать тебя вперед. И иллюзия о том, что мы можем заставить себя похудеть, знаете, какая-то любимая задача, любимый вопрос, который задают всем у себя. Скажите, пожалуйста, как похудеть, кушая гамбург, берешь на диван? Такого не бывает. А для того, чтобы выйти из состояния комфорта, любое похудание, любое свое внутреннее и внешнее изменение, это серьезная работа, это выход из положения комфорта, который был у тебя, это нужна сверхмотивация, то есть нужен сверхэнергетический эмоциональный импульс, который тебя переведет в другое состояние. Ну, вы помните законы физики, для того, чтобы вывести тело из состояния покоя, нужны сверхусилия. Ну, вот, соответственно, и здесь то же самое, для того, чтобы тебя вывести, для того, чтобы тебе решить эту задачу, тебе нужны сверхусилия. С моей точки зрения, этими сверхусилиями может являться только один фактор, это реальное желание жить. Внешние изменения, это серьезная работа, это выход из положения комфорта, который был у тебя, это нужна сверхмотивация, то есть нужен сверхэнергетический, эмоциональный импульс, который тебя переведет в другое состояние. Ну, вы помните законы физики, для того, чтобы вывести тело из состояния покоя, нужны сверхусилия. Вот, соответственно, и здесь то же самое, для того, чтобы тебя вывести, для того, чтобы тебе решить эту задачу, тебе нужны сверхусилия. с моей точкой 2-9, насколько вкусилен будет являться только один фактор. Это реальное желание жить. Минута, да? Ну, ладно, тогда перейдем. Ну, здесь вот это, процент, мне кажется, 80 людей, которые... Мы сейчас не пишем, я просто говорю. Что-нибудь там, на паузу сейчас 10 минут перейдем, 10 минут записываем, правильно? Ну, ты открой дверку тогда, что-то жарко. Сейчас такая эпоха уже, в принципе, идет личного бренда, скажем, назовем ее так. Вот как вы считаете, предприниматель, который делает первые шаги, ему лучше заходить как личный бренд или все-таки вот как компания? Сейчас, мне кажется, доверие больше возникает конкретному человеку, чем в компании, или это тоже люди как? Ну, вы знаете, я думаю, что мы сместились в сторону персональной ответственности. На сегодняшний момент, как информация, я работаю все-таки на информационном рынке, что на сегодняшний момент вся информация, которая есть, она персонифицирована, и я, как главный редактор, от себя даю высказывания, и читатель разговаривает со мной, и он считает, что все, что мы преподносим, это в том числе и плод моего творчества, и, соответственно, со мной разговаривает, соглашается, и негодует по поводу того, что каким-то образом мы там выразили. Поэтому я считаю, что сейчас эпоха персонификации, и персональное ответственность за любой шаг, она важна. Можно, конечно, спрятаться за супер бренд, но все равно, если даже ты придумаешь какое-то название, которое красиво, все равно это будут говорить, потому что, как бы ни говорили, я помню, не понимаю, кого мы ассоциируем с этой компанией, там, фейсбук, гугл, и так далее, все равно будут конкретные люди. Даже за твиттером, даже за телеграмму, мы все равно знаем истории, которые говорят о конкретных людях. И зачастую пользование телеграммом сопряжено с личным отношением к человеку, который является и собственником, инициатором, генератором, и выкновителем всей этой идеи. То есть, даже начиная делать первые шаги в предпринимательстве, я еще неизвестен, даже еще не предпринимательстве. Вы знаете, в предпринимательстве не бывает первых шагов, потому что здесь бывает только момент старта. Если ты вышел в забег, ну, нет такого понимания, я взял и половину забега бежал за Зимбабову, а потом вторую половину за Конка. Если ты вышел, ты одел форму, в этой форме беде. И когда вас пришла, китки не меняет. Да, здесь и голову не откручиваем. Это уже просто вот варианты вышел, и все равно твоя персональная ответственность начинается ровно с первого момента. Как ты только принял решение и запустился, ну, правильно запустился, значит, ты уже персонажей за него отвечаешь и своим именем несешь всю ответственность за то, что ты делаешь. Ну, вот предприниматель, что же, путь такой, ну, ошибок, как бы, да, и вот ты несешь ответственность за то, что ты начинаешь делать. Призошла какая-то ошибка, ты неумышленный вроде, но люди пострадали, да, это не мошенничество, не такой факт, какой-то умышленный, но это просто ошибка, пусть и предприниматель была. и там большинство людей пытаются другую компанию создать и как-то скрыть этот путь. Не проще ли исправить эти ошибки, двигаться дальше и больше уважения было? Вы знаете, я думаю, я думаю, что в каждом конкретном случае имеется свой какой-то механизм, и здесь не все достаточно однозначно, потому что бизнес не бывает просто простым, и картинка не плоская, она объемная, многофакторная, думаю, что их надо оценивать абсолютно отдельно, и в каждой ситуации надо понимать, как правильно являться. Ну, законы развития бизнеса, они разные. Другое дело, что, конечно, люди, которые работают, они в любом случае страдать не должны. А в такой момент мышление, предприниматель от мышления, интернет-предприниматели по-вашему чем-то отличаются? Конечно. Конечно, потому что у нас на сегодняшний момент есть ревизия, что интернет-предприниматель ни за что не отвечает. Людей нет, ничего нет, и то, что он делает, весьма эфемерно. Вот это неправда. Любое твое действие будет вознаграждено или наказано в обязательном порядке. Вот. А за счет того, что эта иллюзия в интернете более сильна, им кажется, что это они способны там со штукой. Это неправда. Интересно. То есть, получается, можно перекрывать никакие маски, ты думаешь, что это не значит? Я думаю, что в интернете фейковые новости, вся ситуация, которая есть, и троллинг, который идет, тоже же бизнес, по большому счету. Кто-то берет и гоняет, как шивых по бане известных людей, размещая всякую ерунду. Ну, это что же бизнес? Это что же деньги? Люди вписывались в эту ситуацию, и ничего, как понимают, что завтра тебя поймают и спросят, Петров, ты зачем писал эту карту про господина Петросяна и его молодую супругу. Кто-то просил, я писал. Значит, я отвечаю. Алексей, спасибо за глубокие такие ответы достаточно. Под завершение хотелось бы знать от вас какие-то, не знаю, рекомендации, может быть, пожелания тем ребятам, которые встают на путь с предпринимателями. Ну, вы знаете, мое доброе пожелание о том, чтобы все ваши идеи были воплощены, чтобы все ваши цели были достигнуты, а задачи были выполнены. Но при этом вы должны абсолютно точно понимать, что не все, что вам кажется, является истинным, не все цели, которые вам нарисовал интернет, являются реальными, и самое главное, необходимыми для воплощения, и самое главное, именно вами. Вы должны четко для себя понимать свое место на рынке, очень правильно оценить свои компетенции внутренние, что вы можете, зачем вам это надо. И помните, зарабатывание денежных средств целью бизнеса является не может. В любом случае, ваша цель производить продукт, услугу, знания, информацию, что-то такое, и что необходимо. И это должно приносить и деньги. То есть, естественно, это корригируется друг с другом, но первично все равно созидательная часть, а не материальная. Спасибо. Друзья, не бойтесь брать на себя ответственность, если вы встаете на путь предпринимательства. Самое главное, в любой ситуации оставайтесь человеком и любой человек, который приходит к вам работать или это клиент, просто думайте о последствиях. Всем удачи, до встречи через неделю. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok